друзья хочу порекомендовать вам канал adventure brothers ребята снимают очень качественные и интересные видео о своих путешествиях походах рыбалки и походной кулинарии а это как вы знаете мой любимый контент они кстати недавно жарили стейки на камне в походе и готовили оленину с клюквенным соусом в общем слюной захлебнуться можно переходите подписывайтесь ссылка как обычно в описании к видео всем привет друзья с вами снова владимир чайкин таня как обычно снимает меня на камеру мы как обычно в походе и сегодня я решил затронуть такую тему как растопка и мы практически не касались на нашем канале настало время коснуться и недавно в туристическом магазине я наткнулся на довольно странную вещь это была такая палочка которая стоила нормально так денег и в описании к ней было написано что это типа офигительная растопка и называлась она по-английски fatwood то есть жирное дерево я пришел домой зашел в интернет думаю блин что это за такое магическое жирное дерево что же это такое и оказалось что это обычный смоляк по-русски эта вещь называется не fatwood а смоляк то есть дерево сильно пропитанная смолой продавалась она за нормальные деньги что-то в районе там пяти евро по-моему это было от компании light my fire ну такой красивый конечно брусочек там с веревочкой красиво выглядит так бушкрафтерски ну блин ребята это просто обычное просмоленное дерево какие пять евро вы гоните в интернете я нашел нереально много вот этого fatwood а которая продается им там растапливают камин и используют как растопку для костров и короче запросто народ его покупает я подумал что раз это такая популярная тема давайте я засниму видео про то как найти вообще этот fatwood или по-русски смоляк и не покупать его в магазинах и быть радостным и разжигать свой костер запросто чем может быть полезен смоляк туристу тем что это офигенная растопка в таких лесах войнах как за моей спиной нету берез нельзя набрать бересты и довольно сложно без хорошей растопки развести костер и тогда вам на помощь придет конкретно этот смоляк где же его взять несколько способов его найти в хвойном лесу есть давайте сейчас по очереди все их и рассмотрим а потом попробуем от смоляка разжечь костер самый лучший смоляк то есть самая смолистая древесина находится у дерева в районе корня то есть корни дерева так сильно пропитаны смолой что от них зажгется любое пламя любую искру они схватят и запросто вы сможете разжечь костер вы спросите как же нам докопаться до корней деревьев действительно это бывает сложно если вокруг только такие здоровенные сосны но например в еловых лесах обычно мы встречаем вот такие вот тщедушные елочки которые засохли в каком-то состоянии зародыша и их вырвать руками даже не составляет никакого труда часть корневища именно то что нам нужно именно здесь и находится этот смоляк мы видим что сверху древесина немного гнилая но это нас вообще никак не должно пугать потому что дерево пропитанная смолой практически не гниет она стоит становится влагозащищенным и даже в самых-самых гнилых гнилушках смоляки остаются нетронутыми их не затрагивает гниль и они остаются в той консистенции которая нам конкретно нужна мы начинаем счищать труху то что сверху и начинаем видеть дерево более темного цвета если потрогать пальцем то она по текстуре она дико плотная она не как труха труха жмешь она мягкая можно пальцами отломать это дерево дико плотная она все пропитана смолой это именно тот смоляк который нам нужен из корневища он получается самый хороший потому что здесь больше всего смолы дерево такого коричневого оттенка но бывает даже почти красного оттенка особенно у сосен смоляк практически красный бывает вот что мы получаем кусочек просмоленого дерева который зажгется от любой искре от вашей зажигалки даже от вашего огнива даже от искре от ферроцериевого стержня это дерево разгорится и вы сможете развести костер елочки которые бы выдернули руками они тоже сухие их тоже мы заберем с собой это будет последующая растопка которую мы будем подкидывать костер что делать если нету поблизости таких маленьких деревьев хвойных которые вы можете выдернуть рукой там или как-то завалить и получить их корневища где много смолы можно использовать ветви деревьев выбираем сухую ветку на дереве и рубим ее прямо у ствола в соединении ветви ствола максимальное количество смолы вот это более темная по цвету древесина она хорошо пропитана смолой она более твердая и это именно то что нам нужно это тоже отличный смоляк здесь даже видно сверху тоже дерево пропитана все смолой обычно так происходит у соединения ветки со стволом опять же выбираем какой-нибудь сучок вот поэтому обломанному сучку видно что внутри есть смоляк середина его темно-коричневая это значит что серединка этого сучка пропитана хорошенечко смолой он то нам и нужен сносим этот сучок и забираем себе вот именно то что нам нужно у смолы даже более наглядно видно смоляк чем у елки потому что он у нее более такого красного темно-коричневого оттенка и как я уже говорил от этого смоляка разгорится любое пламя любая искра что мы сейчас собственно и попробуем с вами проверить пойдемте кострищу и попробуем разжечь огонь от смоляка давайте посмотрим как же горит этот смоляк из соснового сучка мне удалось достать самый симпатичный экземпляр видно что он аж весь блестит от смолы прикроем от ветра полыхает просто нереально на самом деле даже несмотря на сильный ветер горит просто отлично и вот от такого вот кусочка смоляка запросто развести костер даже несколько раз ну давайте немного усложним задачу для нашего смоляка и попробуем развести от него огонь при помощи огниво как же нам это сделать можно конечно нарезать мелкой стружки тоже будет нормально но более эффективно и более хорошо поймает искру именно такая пыль от смоляка чтобы ее добыть мы держим нож не вот так под углом как срезая стружку а вот так то есть мы не режем оскоблим этот смоляк у нас получается такая мелкая мелкая стружечка и это мелкая стружка реально поймает любую искру которую вы на нее пошлете ладно я не буду сильно скоблить я думаю такой кучки нам хватит собираем все это дело вместе можно разводить костер как вы видите смоляк очень легко поймал искру даже от огниво и запросто от него разводить костер дай мне здесь посмотрите Таня тоже будет бушкрафтер это дерево загорелось вот это гневое смотри там есть уголек кстати в общем такая вот простая и полезная штука которую можно найти в любом хвойном лесу если нету поблизости бересты отличная растопка не понимаю зачем ее люди покупают в магазинах и платят за нее деньги а с вами был Владимир Чайкин Таня снимала меня на камеру подписывайтесь на наш канал подписывайтесь на наш второй лайв канал там тоже много чего интересного на группу вконтакте в общем везде подписывайтесь ставьте лайки комментируйте что вы думаете по поводу этой растопки будут еще видео по растопкам я запланировал все сразу несколько в общем оставайтесь с нами и ходите в поход друзья всем пока 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 пока